Девушки отдыхают И поэтому вся история с зажигалкой, которой ты подсвечивал себе путь Становится просто смешной И даже не потому, что за этой стеной Рейбой сейчас поет совершенно другую арию А знаешь почему? Почему? Вмазался ты, Леня, часть-ка три назад Времени у нас еще много, подождем А я пока Достоевским побалуюсь Название хорошее Преступление и наказание Хочешь, вслух почитаю В начале июля В чрезвычайно жаркое время Под вечер Один молодой человек вышел из своей коморки Которую нанимал для жильцов цей переулки Субтитры создавал DimaTorzok Опа, молодцы тут ребята работали Запасливые Придется еще кляп делать Я буду жаловаться Это само собой Ой, е-мое, великовато По инструкции не более трех миллиметров Какой инструкции? Ты че, вчера родился? Нет А че? Про кризис слышал? А то у нас у барыг порошок вдвое взлетел Ну вот видишь В этих тяжелых условиях Во избежание разгула преступности Разрешили допросы третьей степени Сам министр подписал А можно я все расскажу? Нет Я уже настроился Да я по машинам воровал Три месяца Я все места покажу Это фигня А еще мы с кукой обнесли хату На энтузиастов У меня цацки все дома Что ж за работа такая? Сплошная пахота Никаких удовольствий Ты писать-то умеешь? Молодец Давай-ка Пиши Пиши, пиши, пиши Ну и где теперь его искать? Не знаю Он уже год как на районе не появляется Хоть в своей не живет Ну Поверим тебе Пока Это Вы же обещали, а? Да-да-да Что это такое? А я тебе что, дурь что ли обещал? Обещал помочь Пей Это облегчает Очумел что ли? Несешься как бизон Сам такой, мой раскололся Мой тоже Ну и кто у тебя заказчик? Игорь Тиняков По кличке Теня у тебя Такая же фигня Только у меня еще Семь эпизодов Краш с автотранспорта У меня девять А у меня две хаты А у меня три уличных ограбления А у моего еще граната дома А у моего краденая мартышка Из зоопарка Да, ну Мартышка не бьется Твоя взяла Да, интересно, что теперь со всем этим делать Так, Семенов Занимайте вот эти кабинеты С 407 по 413 А я буду в 414 Секундочку, коллега В 13 и 14 находятся задержанные Не понял, какие задержанные Полковник Хабаров ОРЧ-6 Эти кабинеты Переданы моему отделу А, собственно, вы кто? И где ваши кабинеты? Хороший вопрос Всю ночь собирался тебе его задать Мы же говорили Мы все рассказали Вам нечего больше сказать Садимся Здравия желаю Это что такое? А это, товарищ генерал, задержанные Поскольку девать их некуда То мы решили попросить вас Поработать в вашем кабинете Мы вам не сильно помешаем? Подождите, пожалуйста, в коридоре Хорошо Попади Ну, все, пойду я Ну, все, все В любом другом ведомстве Вылетел бы ты В народное хозяйство Я хочу вам напомнить Что именно туда я и собирался Когда вы меня остановили С Мухиным из Центрального Соединить меня Вот именно Поэтому я тебя и остановил Павел Олегович, приветствую Ты опорный, который мы сократили Освободил уже? Очень хорошо Сегодня подъедет от меня Медведев Отдашь ему ключи Давай, служи Вход со двора Сказка На Коломенской, знаешь? Знаю И вся местная гопота тоже знает Ну, мне тебе конспирацию учить Сделаешь ремонт Повесишь левую табличку На двери Сигнализация Есть, будешь давать под охрану Как положено А транспорт? Квартиры Для свидетелей Сами видите По жгуту уже покатило Мне, мальчика, реально Надо куда-то прятать Ты сначала у следователя постановления На применение мер госзащиты возьми А то воюешь А задница голая Пока бумажки будем подписывать Мальчика заткнут А жгут соскочит Не любишь ты порядок в бумагах В нашем деле это главное Я почему-то считал, что главное в нашем деле Чтоб преступники сидели Ладно, садись По людям что? Ну, Тандаурова вы уже видели Угу Он же психованный Помнишь, драку на день милиции Весь главк обсуждал На старших офицеров полез Ну? Он не психованный Он эмоциональный Но поскольку мой отдел То мне и решать Еще с одним человеком Сегодня поговорю Надеюсь, поспокойней? Ну... А четвертого Я тебе сам предложу Ты с Кленовым Из 28-го Не пересекался? Не припомню Присмотрись хорошенько Поговори Правильный парнишка И опер неплохой Мы с его отцом Когда-то начинали Считайте, что за мной Глаз нужен Не милее ерунды Просто сын друга Человек надежный В командировке ездил Воевал Ну, у нас-то война Немножко другая У нас тихая И в этом деле Я бы доверял Только тому С кем сам давно проработал Я не сказал Возьми Я сказал Присмотрись Присмотрюсь Но Если что Не обижайтесь Не зря тебя не любят Не зря Ну, я не девушка Так что с мальчиком Делать будем Как прятать Считаешь, что Нужно? Да Ну, пришли мелкие уроды Дверь поджечь Напугать Вы их прихватили Там же тоже Не дураки сидят Понимают, что парень Под охраной Зачем им еще Нарываться Все дело в цене вопроса Если жгут Только на показаниях Мальчика висит То под Если считаешь нужным Составляй план Коль А можно я всегда С тобой буду работать? Я столько не проживу Дурачок Сплюнь Ну И где эти поджигатели? У тебя в коридоре Ух ты Да Слушай, Гуль Нам с Тимофеем Нужна Пауза Надо съездить Посмотреть Берлогу новую Еще людей Позвать Нужна пауза Угу Ну Возбудить дело Против этих красавцев И задержать Не проблема Угу Только что я буду делать С этими кражами И грабежами Это ж милицейские статьи А мартышка Мартышка Это же чистое похищение Предка человека Ты будешь первой Освободительностью мартышек В истории прокуратуры Ага К сожалению, наша контора Ни мартышками Ни гориллами Уже не удивишь Кто их будет охранять Пока я буду работать? Ну, я не знаю, Гуль Ну, подумай Пусть ваш постовой посидит Да Или позвони Баренько Пусть отрабатывает Будущую медаль Вот Вот Ладно Коля Табакова Сегодня Амсон Выполняет следственные действия Пусть-ка поработает на меня А то выдули уже вещай Только К вечеру Жду Их же нужно в камеры Сдавать Ну, сдадим Сдавай В лучшем виде сдадим Давай, давай Ты знаешь, что купит любое дело? Дешевые понты Кто много думает о форме Забывает про содержание И эта шляпа у тебя дурацкая Сколько можно играть в гангстеров? Да я-то здесь причем Это ж пацаны облажались А кто им команду давал? Папа римский Сядь Я же просил Творческий Без перегибов А не дом решили спалить? Людей нашел тень И... Тень Что за погоняло дурацкое? Это фамилии Тиняков он Я с него спрошу Да с него не спрашивать Его стирать надо Эти пацаны уже по самые ноздри в расколе А вот когда за жопу возьмут твое Тинякова Он тебя сдаст Я сколько раз тебе предупреждал Не жми бабло для себя Нанимай нормальных людей Да я... Короче Когда он расколется Я не буду ждать Когда ты запоешь Только не надо Вот не надо мне пить Про блатную жизнь и традиции Я тебе не пацаны спортзала Летки каждый сам по себе Значит так Решай вопрос со своим Тиняковым Иначе я решу вопрос с тобой Я все сделаю И еще Насчет бабы Подход не надо повторить Только творчески Понял Без перегибов Понял Я лично займусь Вали Держи меня в курсе День Твои наркоты погорели И сдали тебя Дуй на хату к Нинке И носа на улицу не высовывай Подъеду перетрем Не ссы Мы своих не бросаем А я думал здесь отоспаться Дома надо отсыпаться Отоспишься дома Как же Чем меньше девушек мы любим Тем больше времени на сон Не могу Мы в ответе за тех Кого приручили Куратская мысль Мы в ответе за тех Кого любим Согласен Только я всех люблю И Таню И Веру И Любу Ну Любу-то я знаю Остальных что-то не припомню Так сколько времени Не виделись Коля Впиши в СМИ Ту биотуалет В этом я даже Ширинку побоюсь Растегивать Нормальный Ментовской туалет Бывают и хуже Да Однако от этого не легче Да Надо думать Как в этом хлеву Разбираться А что тут думать Ремонт нужен Мебель Решетки на окнах поменять С этим будет как-то неуютно Даже не знаю Сколько денег просить На это все Сколько не проси Будет мало Дадут нисколько Я Любашу свою бывшую позову Она на ремонтах Руку набила Смету в два счета составит Ну а потом поищем С тобой какого-нибудь спонсора Слушай Возьми все это на себя А то у меня извилины Под это не заточены Расслабься Ты же меня для этого и позвал Чтобы решать проблему Да Что на дверь Табличку будем Какую вешать Какой-нибудь Строидрефмонтаж Нет Старушки замучивают Подумают Что это Жековская структура Шеф обещал Оформить приказ На передачу Помещения Какой-нибудь Коммерческой структуре Так что будем Лепить бизнес-центр Из этого дерьма Бизнес-центр Коля Ты что вчера пил Признавайся Ничего Бензин надышался Ну хорошо А у тебя какие предложения О-о-о Партнер принт Или что-то вроде того И кому какая разница Чем мы здесь занимаемся Держи ключи Сделай три комплекта И покажи своей Любашей Объем работ А три комплекта зачем Ну один вот он Всего в отделе четверо Вариант уже прикидывал Ну один у меня есть На примете Второго мне генерал Сватает Вот ты его и проверишь Так что Дуй в двадцать восьмое отделение Капитан Кленов Виктор Андреевич Кленов Купку не брал Я был на территории Искал ваших воров Так я вам и поверила Зачем тогда Интересуйтесь Зря вы так Я буду жаловаться Не будете Почему вы так решили Потому что тогда Я позвоню своим знакомым Журналистам Попрошу поинтересоваться Откуда это У заведующей Рано Такой богатый список Драгоценностей и шуб А это уже Мое дело Это вы им объясните А кричать на меня не надо Я и так делаю все что могу Молодец Здрасте Виктор Андреевич Да Я к вам на минуточку По какому вопросу По процедурному Две секунды делов Я дядя Миша Степанова У меня к вам Деловое Принложение Поздно дядя Сидеть будет ваш племянник Сто процентно Да не насиловал он Эту шлюху Это все его сосед Этот как его Лепеструхин наркоман Он мне сам сказал И готов прийти Сам готов прийти Интересные дела Много запросил Кто? Лепеструхин Сколько запросил За то чтобы износ на себя взять Какая разница Мне для родного племянника Ничего не жалко Не я понимаю Дела Тебе переписать все надо Твой интерес учтем Без базара Ну если кто с явкой С повинной Придет оно конечно Но я-то не один Следователь еще есть Обижаешь Мне же для родственника Ничего не жалко А зубы почему железные На золотые денег не хватило Все на племянника потратил Так я же имя Проволоку грызу А золотыми че Не укусить толком Не удивить никого Ну че ты думаешь Я с микрофона что ли На посмотри Ладно Выкладывайте свои аргументы Посмотрим сколько они весят Нормально весят На гешери Так не договаривались Начальник Спокойно Спокойно Руку сломаю О коллега Капитан Кандауров Тимофей Олегович Из криминалки Стажировку в ОСБ Проходите Или так Из любви к искусству Че ж Меня всегда Все в ОСБ Записывают Чисто я капитан Как слеза ангела Просто зашел Познакомиться Работу предложить Привет короче От начальника УВД Алло Михаил Георгиевич Кленов беспокоит Не помешал Тут ко мне капитан Кандауров зашел Со странными предложениями От вас привет передает От меня он От меня С медведевым Работает Ага Жестно До свидания Ну излагай артист Сначала Расскажи На чем прокололся Да наглый ты больно Детальки не сходятся Пальто вроде бы вот дорогое А рукава длинноватые Барсеточка вот тоже ничего А часы Так себе Ну короче ряженый Ты часы не трогай Часы правильные Мне подруга из Женевы привезла Тебе до таких еще работать и работать Ну в остальном Да На ходу импровизировал Отсюда и накладочки Ладно Дело в чем? Дело начинаем тонкое Не каждый сгодится Ну а почему ты решила Что я деньги не взял Из-за того что честный Может я тебя расколол Просто не захотел подставляться А я не говорю что ты честный Я говорю что ты умный А в остальном Время покажет Увидим Ну ладно Допустим если я соглашусь Куда ты нахрен денешься Сидишь в районе уже пять лет Здесь тебя не любят Да и генерал уговорит Если не захочу То меня и министр в Сиер-Руси не уговорит Ну извини Ну ладно счастливо Пионер Да порожняк это Ярослав Витольдович Не брала я доску Гонит бабка Ну как же не брала Сомова В квартире вы были вдвоем так Как показывает Кускова Мария Филипповна Она вышла из своей комнаты На кухню Где занималась приготовлением каши Пробыла она там двадцать минут Так же она слышала Как ты прошла по коридору Потом хлопнула входная дверь Сразу после этого Она вернулась в свою комнату И обнаружила пропажу иконы Дверь была не попреждена В квартиру никто не входил И не выходил Ну и чё Да просто больше некому Кроме тебе Ну и чё А меня видел кто Мне доска нафиг не нужна Старуха сама я туда положила И не помнит Она старая Больная Сейчас опять в больничке лежит А ну кричать нормально И сюда смотри Когда говорю Бабка эта в больнице Из-за тебя понятно Она с этой иконой уже седьмой десяток живёт Да для неё это может быть самое важное в жизни А тебе дёшево продать и Бухла купить с твоими прыщавыми придурками Где доска? А чё вы на меня кричите-то, а? Чё вы на меня кричите? Вы мне не угрожайте Я, между прочим, несовершеннолетняя Меня вообще нельзя на допросы вызывать без педагога Ух ты Вы вот сидите, кричите на меня А сами на грудь мою смотрите Я же вижу Я, между прочим, про вас кое-что слышала Что вы Ты чё ты слышала, подстилка малолетняя, а? Ты чего перья распускаешь, бусыня, драная? Твоё место под водилом дальнобоя за ближайшим гаражом Ты чего пасть не по делу открываешь? Где доска? Она у Батьки, у Найка дома лежит Её не берёт никто Через пять минут доска здесь, тебе ясно? Ясно Время пошло И будешь перед мужем моим титьками болтать Я тебе вывеску так попишу До смерти в ужастиках играть будешь Поняла? Поняла Ну вот на хрена? Чтобы не выкобенивалась, как малолетка под клиентом А завтра тебе за этой, как красную, на ножи Поставят? Ну я уже и так краснее не бывает Замужем-то за ментом Ну? По всем понятиям я права У бабки икону уводить, последнее дело Тем более я же не явку ей приказала писать А возврат сделать А ты бабку убедишь в том, что она и в самом деле икону где-то в комнате запрятала Ей-то чего? А вот сюряга девку лучше не сделает Это я тебе сознанием дело говорю И за что я в тебя такой? Потому что такой, как я, больше нет Тем более я кроткая и послушная Значит так, купила кулинарную книгу Буду становиться настоящей женой Пошла готовить Вернешься домой поздно или сытый Убью Ой, боюсь, боюсь И это правильно Привет Тихо ходишь, Таптыгин Это опасно Привычка А ты все такой же Да, не меняюсь Ну что, случилось чего? Сосед буянит Или справку для охоты общества срочно нужно Вернуться хочешь? Да Эдик, ты где? Мама, я уже дома Как дома? Меня дядя встретил, который нас сохраняет Из милиции? Да, из милиции Слава богу Я сейчас приеду Ты извини, я просто забыла тебе позвонить Не, Потапыч, ты же знаешь У меня волчий билет, у меня вон Москва контролирует Спасибо, хоть в участковых оставили Ну, тогда Ну, тогда За успех нашего безнадежного предприятия Киреев обещал дать любого человека А он обычно держит свое обещание Да, Киреев держит А Москва? Москва далеко Ну, ладно Если все получится, я твой Дома, кстати, как дела? Думаю, что С момента, как я принял решение не увольняться Значительно хуже У тебя с этим проблем нет? У меня вообще проблем нет Ну, может, какой Вор в законе не зайдет Супругу с днем рождения поздравит Или с обыском на грамот По старой памяти А так все нормально Да, я, конечно, знавал мужиков Которых били и резали бабы Но чтобы опера порезала Из ревности его бывшая агентесса Ранее судимая А он потом на ней женился Это уже Голливуд А когда его после этого увольняют Это жизнь Зря ты тогда загасился Не хотел никого компрометировать Понятно Можно? Нужно Вот Да Ты что, теперь грехи перед милицией замаливаешь? Что хотел на пенсию уйти? Нет, ну просто новый отдел Дел не в проворот А То есть теперь будешь работать без прихода домой? Ну, сегодня буду Вечером Все Пока Кто бы мне госзащиту дал Эдик Мам, ты что кричишь? Все нормально Дядя Юра меня охраняет Добрый день Добрый день Вы От Гульнара Руслановны? От нее Капитан Звягин Можно просто Юрий Алена Как вы меня набугали? Занятия закончились чуть раньше И Я посчитал небезопасным для Эдика находиться возле школы Я был уверен, что если мы не застанем вас дома, то вы обязательно позвоните Конечно Кофе будете? Не откажусь Ну что? Ты знаешь, он мне понравился В нем что-то есть Ну, конечно Друг семьи, генерал Ну, это неплохо Есть кому пожаловаться Как у тебя? А я был у Малича Иди ты Где он? Участковый На Петроградке Слушай, а он с этой цыганкой Ну, вообще-то она его жена Чудные дела твои, господи Кто бы говорил Я-то помню одну бывшую Квартирную мошенницу Ну, во-первых, бывшую Во-вторых, я на ней не женился Это потому, что ты ветреный А Малич постоянный Ну, так ты понимаешь Просто ничего не было Ну что, в КПЗ? Не понял, Гуля А что происходит? Подожди, Коль Ты сам сказал Звони Олег выслал ребят Я всех задержала Да Отлично Отработали Все нормально Сейчас, если эту тень возьмем То жгуту еще какой-нибудь эпизод навесим Алло Это наша информация Мы его сами возьмем Ну, ваше дело свидетеля охранять А жгут это наша разработка Но вы не волнуйтесь Вас никто не забудет Тоже А-а-а Ага Иди, иди Понятно Охренелся, сынок Ну, формально он прав Мы пока еще существуем на птичьих правах А ты куда, Гуля? Я домой Домой подождет Нам еще нужно составить постановление О защите свидетеля Не хочу Не хочу Скажите, а вы давно занимаетесь защитой свидетелей? Не очень Отличный кофе Спасибо Берите кекс Скажите, а случается, что их не удается защитить? К сожалению, бывает Ну, как же У вас же такие возможности Ну, это конечно, но Я поясню на примере Допустим Вот как сейчас Есть мальчик, который хочет дать показания А существует Ну, вот я, например Который не хочет, чтобы это произошло Проблема нашей службы заключается в том, что не хватает людей Да и содержать охрану 24 часа в сутки Это очень дорого Тем более, что процесс может идти годами А ведь мальчику нужно Нужно ходить в школу Нужно гулять Нужно жить нормальной жизнью Ведь так? Да И тогда я Выбираю день Вот как сегодня, например Когда занятия заканчиваются чуть пораньше Опережаю маму И встречаю мальчика Показываю поддельное удостоверение Провожу его домой И говорю, что я должен его защищать После чего мы едем к нему домой Куда через час подтягивается мамаша И ничего не подозревая Угощает меня отличным кофе Я буду кричать А зачем? Если бы я хотел что-нибудь сделать с вами Или с вашим сыном То у меня было на это время Это просто предупреждение У вас отличный сын У вас вся жизнь впереди Зачем мешать ее с нашими делами? Идите своей дорогой И все у вас будет хорошо Время пионеров-героев прошло Кстати, все они плохо кончили Спасибо за кофе Можете меня не провожать Ну вот и ладно Теперь хоть можно будет охрану для начала Попросить Ехал бы ты спать Сейчас поеду Подопечная наша не звонила? О, долго жить будет Алло Алло Алёна Алёна Сказала, что отказывается от всех показаний По-моему, у нее истерика Едем Подъем, труба зовет Засунул бы я этому трубачу эту трубу Не помешаю, шеф Говори Она по-русски не волочет, говори Все сделал красиво С мамой поговорили Даже чаю попили Все осознала А с тенью что? Вечером могу решить Я вот что подумал, шеф Тень все-таки пацан правильный Крученый Пригодится еще Может Лучше Мальчонку слеть Тебе кто думать просил? Тебе команда была дана Парень живой нужен Он на суде должен в отказ пойти Мертвый не сможет А в деле показания останутся Показания менять надо Варианты искать Думает он А про те, чтобы я сегодня От тебя правильные вести услышал Понял? Все, вали Тень, ты у Нинки? Еду Там жратва есть? Окей, я возьму по дороге Пельмени И вискарика хорошего Да все равно Ты бы еще ночью приехал, блин Да если б я знал Я бы сам в ларек сгонял Хорошо, хорошо Возьму тебе всего и всякого Ты же знаешь дела Все, не кисни Скоро буду Бай Спрашивать надо кто? Алена Что толку Спрашивать Они когда хотят Приходят Когда хотят Заходят Кто им помешает Хорошо, что вы приехали Мы немедленно Хотим отказаться от показаний Мой сын Никого не видел И никого не узнает Но, Алена Я так и решила Я имею право Или меня пригласить адвоката Хорошо, хорошо Но показания давали не вы А ваш сын Какая разница? Эдик, иди сюда Ты слышишь, что я сказала? Ну иду, иду Эдик А сейчас Гульнара Руслановна Тебя снова допросит И ты скажешь, что ты ничего не видел Все придумал И дядю опознал Ошибочно Но это же неправда Так надо Мама, папа говорил, что никогда нельзя врать Хватит Хватит Я сказала, я твоя мать Делай, как я говорю Не кричи на меня, пожалуйста И не буду я врать Это некрасиво Послушайте, Алена Вам нужно успокоиться И все нам рассказать У вас в доме есть спиртное? Значит, так ты мне пожрать привез И выпить Валить меня решили Леденцовом полный рот Я же говорю Крученый Пейте, пейте Не пьянство ради От нервов помогает Давайте Мне нельзя У меня наследственность плохая Хороший коньяк Никакая наследственность не испортит Простите за истерику Просто очень страшно Да это вы нас простите Надо было Впрочем, чего уж теперь Отец Эдика был подводником Он Погиб три года назад Я Если Эдик Не беспокойтесь Все будет нормально Если бы это нужно было для вашей безопасности Я первый попросил бы вас переписать протокол Одним бандитам На свободе больше Одним меньше Ребенок дороже Но Сейчас именно Ваши показания являются Вашей страховкой Почему? Потому что Если свидетеля не станет Его показания просто Зачитают в суде А вот если он откажется Они будут его опасаться Сегодня отказались Завтра передумаете А так нет человека Нет проблемы Опасен не тот Кто дал показания в суде А тот Кто может дать новые Вам так нужны Его показания Чтобы все это придумали Ничего я не придумал Если для вашей безопасности Нужно будет отказаться Я вам первый Об этом скажу Не может быть Иначе ваше руководство Не назначило вас на этот пост Оно просто не знает Моих принципов Алена Вы можете мне верить Можете нет Но я буду защищать вас Любой ценой Я вам верю Ну вот и хорошо Тогда собирайтесь Куда? Убивать они вас не будут А вот попугать Это святое дело Не будем доставлять им Такое удовольствие Здравствуйте Саша, это Алена И Эдик Они Переночуют у нас Это по работе Моя жена Саша Очень приятно Мне тоже Твоя служба Становится все напряженнее Раньше ты работу На дом не брал Я надеюсь У тебя хватает Здравого смысла Чтобы не подумать Что я с ней Молодец Живя с опером Расстаешься Со здравым смыслом Кстати Привезти в дом Любовницу Под видом Несчастной Свидетельницы Это был бы ход Остается еще Попросить Положить вас вместе Чтобы ты Ночью мог Снимать с нее Показания Показания не снимают Это не белье Показания получают Да нет Интересно Это я у тебя Просто такая хорошая жена Или такая полная идиотка Что всему верю Так Тебе чего А она ничего Но мама все-таки лучше Слушай Иди спать Пап А у тебя в роду Мусульмане были Ну раз тебе Гори можно Ирка Не искушай Ладно Ладно Ухожу Мам Можно тебя на секундочку Да Как обстановка Как в кино Я надеюсь В эротическом В фантастическом Острек Че не спишь Я знаешь Че подумал Пацана у школы ждали Он в нее месяц Как перешел И нигде Кроме его Последнего протокола Допроса Номер школы Не указан Ну Я не сочла Возможным ждать до утра Короче Короче Я изучила протокол допроса Который вы мне передали Так вот Там есть одна деталь Которая делает его Недопустимым доказательством Ну отлично Заявляй об этом Я то что должен делать Твою работу Тогда они просто Передопросят мальчика И все кончено Так А вот если они Этого сделать не смогут Наши дела чистые Ладно Продолжай работать Раз так получилось Они не смогут его предопросить Все До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok